антропология возвращается из тропиков это тезис бруно латура из его знаменитой работы 91 года мы никогда не были людьми модерна в которой латур разрабатывает проект философский проект который называет симметрично антропологии я постараюсь объяснить смысл этого философского жеста как говорят французы и его методологические антологические эстетические аксиологические последствия латура говорит о том что симметричная антропология основывается на трех принципах симметрия подразумевает неразличие между человеческим и нечеловеческим между ошибочным и истинным и между западным и незападным и в этом смысле проект латура завершает тот деконструктивистский и пост структуралистский проект французской философии разработаны в 60 и 70 и 80 и годы истоки которые мы можем найти у дорида у фуко и главным образом у делеза и гватари и чтобы понять истоки латурианской симметричной антропологии мы должны обратиться к фундаментальному проекту фундаментальному проекту делеза и гватари гватаризма шизофрении к двум томам первый том антидип вышедший в 72 году и второй том 1000 плато 80 года и еще важнее те перемены которые произошли между в промежутке между 72 годом и 80 антидипе в 3 главе антидипа главным моментом была проекция скажем так не просто марксистской а продуктивистской методологии на изучение домодерных обществ и для заговора батареи через продуктивизм анализировали примитивные и варварские домодерные сообщества тогда как в 1000 плато произошло принципиальное изменение в 1000 плато происходит не проекция продуктивизма и некоторой модернистской методологии для изучения примитивных или домодерных сообществ в 1000 плато происходит нечто прямо противоположное в 9 главе или в 9 плато 1000 плато который называется микрополитика и сегментарность делеза и гватари заимствуют из антропологического словаря термин сегментарность который они используют для анализа современных современного нам общества делеза гватари показывает что противоречие между централизованным модерном катаристическим государством и сегментарностью молекулярностью примитивных или домодерных обществ это противоречие противоречие стоит считать преодоленным мы должны использовать антропологический инструментарий для того чтобы анализировать те социологические и те социологические изменения которые происходят в современных обществах и как мне кажется латур в латур следует этой линии в работе мы никогда не были любви модерна и он показывает что мы должны отказаться от этого противоречия между западным и незападным между между модерном и архаикой между обществом и природой и этот проект развивается в его следующий работе капитальной политики природы где латур осуществляет радикальную критику дихотомии или то что того что он называет темпоральной машиной модерна которая порождает дихотомии преследующие на современную современную философию общества модерна этом дихотомии между человеческим между обществом и природой между природой и культурой знаменитая дихотомия левистроса между первичными и вторичными качествами локовскими между фактами и ценностями и так далее в общем между словами и вещами эту производство дихотомии можно умножать одного зеом если бы в конце 90-х годов был актуален еще маркетский анализ естественно мы в этом ряду могли бы упомянуть и классическую маркетскую дихотомию между надстройкой и базисом это собственно говоря операция металлогическая она делает возможным по сути дела и антологический антологический перевод в антропологии потому что антологический перевод в антропологии он невозможен при условии как показывает латур в политиках природы если мы считаем если мы придерживаемся если мы придерживаемся идеологии мультикультурализма то есть если мы считаем что западное модернное общество обладает неким некий монополией на знание природе на знание природных вещей знание природных качеств и так далее а все остальное все остальные незападные культуры, они обладают не более чем мнениями по данному вопросу. И таким образом, онтологический статус этих мнений оказывается всякий раз под вопросом. И только преодолев эту дихотомию между природой и обществом, природой и культурой, мы сможем перейти к описанию, скажем, антологий, в полном смысле этого слова, незападных обществ или антографий, как принято выражаться. Таким образом, это двойная операция. С одной стороны, она позволяет нам описывать, давать новое описание антологическое, воспринимать, как выражался бразильский антрополог Вердж де Кастро, воспринимать метафизику индейцев или любой другой незападной культуры всерьез. А с другой стороны, это позволяет нам использовать антропологический инструментарий для анализа наших современных, модерных, или, как предлагает Латур, немодерных обществ. И в дальнейшем он предлагает минимум два кейс-стадис для демонстрации всех возможностей нового метода. Первый – это в работе 2002 года «Этнография госсовета», когда он в течение длительного времени посещает заседание французского госсовета и работает над конкретными делами, которые рассматриваются во французском госсовете. Это очень специфическая, чисто французская институция. И он работает не как антрополог, то есть как если бы он работал не с каким-то институтом современного общества, а если бы речь шла о племени, затерянном в мазонских лесах. И второй, его более фундаментальный проект – это исследование модно-сосуществования, в которых при помощи этого антропологического инструментария мы рассматриваем, мы исследуем, собственно говоря, отношение людей модерна ко времени, к территории, к самым различным аспектам того, что мы называем, того, что Латур называет темпоральной машиной, темпоральным механизмом модерна. Антропология людей модерна позволяет нам построить некоторую новую экологическую философию. Потому что в последних работах Латур противопоставляет людей модерна и, как он выражается, землян. То есть тот коллектив, который обретает через преодоление этих дихотомий модерна новое экологическое сознание, новое сознание всеобщности, которое не совпадает со старыми тотальностями, которое не совпадает с каким-то экуменическим глобализмом 90-х годов, которое не совпадает с философией природы, которое не совпадает с модернистской идеологией прогресса. И ключевой термин для позднего Латура – это антропоцен, идея о новой геологической эпохе. Латур показывает, который служит для Латура иллюстрацией его главного тезиса, о том, что мы должны говорить о новом типе актора, в котором не делаются различия между человеческим и нечеловеческим. И антропоцен, то есть антропоцен – это новая геологическая эпоха, которая последует за Голоценом. Дискуссии на эту тему еще ведутся. Антропоцен – свидетельство того, что никакой принципиальной разницы, никакого великого разделения между человеческим и нечеловеческим миром не существует. То есть последствия деятельности человечества, последствия модернистской идеологии, они имеют непосредственное влияние и становятся ключевым фактором геологических изменений. Они воздействуют некоторым фатальным образом на ту критическую зону, на те два километра, которые делают возможную жизнь на Земле. Латур это формулирует, перефразируя Шекспира. В настоящий момент существует вопрос «to modernize or to collageize» – модернизировать или экологизировать. И, собственно, весь этот проект симметричной антропологии, он позволяет нам сформулировать те положения антропологии модерна, отношения ко времени, отношения к Земле, отношения к прогрессу, отношения к производству, которые, собственно говоря, должны стать основой новой экологии или политической экологии, как это формирует Латур.